Я надеюсь, что я когда-нибудь издам все-таки свою книгу, но пока до этих лучших времен, но до тех пор, пока я не решился издать свою книгу, до тех пор я хочу издавать книги старые. И старые книги я издаю не потому, что я очень люблю старые книги, а потому что новых книг нет. И когда-то я советовался с Андреем Анатольевичем, как назвать санскритскую хрестоматию фрише. Дело в том, что издатель говорил, что санскритская хрестоматия, самоборот, немножко устаревший. Мол, так уже сейчас не говорят. И тогда Андрей Анатольевич сказал, что сам санскрит тоже не первой свежести. И поэтому, на самом деле, если книга издавалась последние две с половиной тысячи лет, то она для санскрита вполне актуальна. И поэтому синтаксис, который вышел в 1883 году, это, можно сказать, новинка сезона. Потому что книги на самом деле эти труднодоступные, даже труднодоступные, это недостаточно труднодоступный термин. Когда я открываю книгу, я обычно начинаю читать библиографию. И за все годы чтения библиографии, а я прочитал несколько тысяч библиографий, я никогда не встречал книгу Шерцля. Собственно, кроме одного случая. В Москве, в МГУ, есть такой историк эндологии Вегасин. Специалист под Дхармашастром. Так вот, если бы не его книга 2008 года об истории эндологии, каким вы думаете тиражом? Снакшибательным. Сто с чем-то. Пятьсот. Пятьсот это уже много. Сто с чем-то, мне кажется. Ну, собственно, чему удивляться, если книги академиков выходят тиражом 20 экземпляров. Вот, недавно в Москве вышел сборник по японскому языкознанию и тираж 20. Это при том, что 17 надо разослать в библиотеки. Вот. Поэтому наши тысячи экземпляров санскритские, это я вам скажу, тучные годы. Продолжатся ли они, я не знаю, я не уверен. Но то, что мы имеем сейчас, это уже очень и очень неплохо на фоне общей деградации гуманитарных наук. Поэтому что такое 150 лет для книги по санскриту? Поменялся ли синтаксис? Я думаю, что нет. Эта книга интересна тем, что до этого все, что было, все 11 книг до этого, это была фонетика, морфология, христоматия, словари. Но еще ни разу, ни разу не было у нас доступной книги по синтаксису. Ведь каждому известно ощущение, что вроде бы все слова по отдельности понятны, а смысл, в общем-то, не проглядывается. Час, другой, и это начинает утомлять. В таких ситуациях и нужен справочник. Поэтому книга Шерцеля, конечно, это не чтиво перед сном. Это именно справочник, возможно, такой полноты, которого никогда больше на русском языке не будет. 400 страниц. То есть это удивительная презентация книги, на которой сама книга еще не присутствует. То есть она допечатывается и через полчаса должна появиться. Итак, синтаксис древнеиндийского языка. Мы решили, что лучше будет дать новое название этой книги и вынести под заголовок падежи, так как, собственно, это и есть описание именно падежей, не всего синтаксиса в целом, без согласования, без подчинения, а просто описание падежей на 400 страницах. Итак, Владимир, в учебнике Веры Александровны Кочерегной синтаксис он нам отведен в сколько страниц? Суммарно? Ну, по тому, может быть, 15. 15? 5 подсказок. 12. Всего 15. Ну, то есть, как бы, вы понимаете, да, что это не то, что это даже нельзя сопоставлять. То есть, это, получается, исчерпывающее описание синтаксиса. Оно не отменяет описание Шпейера и Дельбрука. Но среди моих учеников все меньше становятся те, которые бегло читают на немецком языке. И это печально. Поэтому Дельбрук отпадает. Остается Шпайер. Шпайера никто не отменил. Хорошо, что кое-кто хотя бы читает отдельные слова на английском языке. И этому я, конечно, крайне рада. То есть, получается, высокая планка российской эндологии, она, конечно, прервана и утеряна. Но, не помня о том, что было, я сомневаюсь, что можно попытаться приблизиться. Я считаю, что нельзя превзойти, но можно приблизиться. Я не знаю, поможет ли этому издание книг. Я сомневаюсь. Я вообще не уверен, что это нужно. Но, раз уж мы по какому-то странному сечению обстоятельств решили, что нам для чего-то нужен древнеиндийский язык, тогда этим надо заниматься с удовольствием. А заниматься с удовольствием по электронному скану я лично не могу. Поэтому, даже если бы этот весь тираж, все тысячи экземпляров просто лежали бы у меня, мне этот вариант тоже бы устроил. Но я рад, что есть люди, с которыми я могу разделить эту радость. Это гораздо приятнее. Катя не даст соврать, лежащий тираж – это здорово, но уходящий из квартиры тираж – это еще лучше. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что ты не знаешь, как пройти между двумя рядами коробок, которые, в общем-то, наклоняются друг к другу. И тебе хочется вздохнуть свежим воздухом пустым книг. Но так, видимо, будет не скоро. В начале 2000-х наблюдался рост, скажем так, спроса на санскрит. Если сравнивать 2010-2020, скажем, то спрос этот стал меньше. По моим таким наблюдениям. Но я не думаю, что дело в спросе. Даже если бы нас мало. Но даже если нас было бы 10 человек, я считаю, что это нужно было бы делать. Мне очень жаль, что многие из вас не застали людей, с которыми мне посчастливилось встретиться. Тогда бы вы понимали, как вам сильно не повезло со мной. Но я, зная тех людей, увидел планку. Планку мысли, типографского исполнения, ответственного подхода к работе. И мне бы хотелось, чтобы, если вы занимаетесь санскритом, чтобы вы занимались добросовестно. Или бросайте. Потому что заниматься им плохо, это просто эстетически неприятно. Мне неприятно на это смотреть. Если вы думаете, что вы сделаете мир лучше или духовнее, то это не так. Санскрит не имеет никакого отношения к духовности. Никакой. И тем не менее, это язык огромный и интересная для меня культура. Древней Индии. Современная Индия к древней Индии не имеет, опять же, никакого отношения. Так же, как духовность к санскриту. Расцвет той цивилизации – это полторы, две, три, четыре, пять тысяч лет тому назад. Но явно не сейчас. Поэтому ехать в Индию за чем-то а-ля духовным – это, конечно, не по нашей части. По нашей части, это лет так, годика два сперва просто сидеть и знакомиться с очертанием книги. Учебника, цвет учебника, фактура, бумага, запах. Погладить его. Но это не имеет никакого отношения к санскриту, конечно. Вчера на закрытии изографских чтений коллега из высшей школы экономики рассказал мне, что как он относится к студентам, которые изучают санскрит. Он говорит, ну вот поступило 12 человек, из которых занимаются действительно санскритом пятеро. Он говорит, первый год я просто хочу их расстрелять. Это говорит человек, который преподает уже 20 лет. На второй год я хочу всех утопить. И только потом, через два года, начинает проглядываться, будет человек этим заниматься или нет. Это не вопрос способностей к языкам. Это не ведь никакое значение. Мы, может быть, совершенно бездарными. Как я, например. Имеют значение часы, как любит моя супруга, попа часы, которые пианист проводит за роялем. Который санскритолог сидит. Ну, до тех пор, пока семья ему вежливо не намекает, что, собственно, он сидит слишком долго со своим санскритом. Поэтому, конечно, никому из нас мы не можем бросить семью и уехать на 12 лет в Гималай. Или можем? Ну, то есть ты намекаешь все-таки, что не надо издавать книги. Я сам до конца не уверен, надо ли. Потому что санскрит вписывается в некоторую, скажем так, парадигму культуры. А есть ли вообще культура? Востребована ли она вообще? Может ли быть культура без идеологии? Нужен ли вообще санскрит как одна из грани культуры? Не самая, как сказал Довлатов, я бы сказал, социально... Ростребованная. Да. То есть, по мне, первична необходимость понимания того, что не хватает идеологии. Потом вторичная культура. А санскрит уже в лучшем случае третичный. Ну, то есть в чем смысл того, что вот мы издадим этот тираж, допустим, через лет через 20 даже распродадим его худо-бедно. Есть ли в стране не востребована культура? Вот буквально вчера я разговаривал с директором Института Восточных Рукописей. Я говорю, ну вот как так? Что за непонятная ситуация с архивом Академии наук? Она говорит, сейчас узнаю. И говорит, нет, уже понятная, уже снова открывается. Вы представляете, даже вот на одну секунду вот ситуация того, что закрывается архив. Я понимаю, пока вы там хотя бы часик не посидели, вы не можете понять, как это здорово. Вот ты можешь открыть рукопись Шербацкого, Ломоносова. В общем-то, все это тебе доступно. Ну, только надо захотеть. И когда даже на непродолжительное время эта доступность становится под сомнением, становится не по себе. И возникает вопрос, нужна ли вообще культура? И возможно ли она в стране без идеологии? Я не уверен. Поэтому вопрос того, надо ли издавать книги вообще, для меня пока открыт. Но по какой-то заведенной инерции я их издаю. Не то, чтобы я понимаю, зачем я это делаю, но издаю. Потому что изначально, когда я посмотрел на учебник Бюллера, с которым у меня сыпались листы, и на учебник очередной, который распался на отдельной тетради, я подумал, ну неужели вот это вот то, к чему мы пришли? Вот шли, 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 шли. И вот пришли к тому, что... Катя не даст соврать. В институте Восточной рукописи лежит лотосовое сутро тысячелетней давности. И бумага лучше нашей, лучше, крепче, и ни разу не пожелтела, не порвалась. То есть как бы лучше. То есть мы растеряли то, что было, ничего нового принципиально не приобрели, ну то есть как бы есть ли прогресс, я не уверен. Кроме того, в санскритологии я его не наблюдаю. Да, накоплено огромное количество информации, но и кто его обработал? Ну хотя бы частично. Кто ориентируется хотя бы в одной сотой корпусы санскритской литературы? Я таких людей не встречал. Итак, получается, в Российской империи над санскритом работали не только русские. Собственно, я есть некий отголосок этой доброй традиции. Родившись под Ригой, я не должен был оказаться здесь. Ну то есть как бы стремление к западу, там где я родился, преобладает. И тем не менее, мне интересна Россия, и исключительно Россия. Имея возможность жить там, я не хочу этого делать принципиально. Потому что я верю, что российское востоковедение более хорошее, хоть и побитое, забитое и забытое, но... Породистая. Породистая, да. И мне бы хотелось вот капельку вот того ощущения расцвета санскритологии 19 века, мне бы хотелось, чтобы вы почувствовали. Потому что санскрит это не о том, сколько правил вы запомнили. Вы должны... Это даже вопрос незнания языка. Ну вот Даяна мне вчера спрашивала, что такое... Для того, чтобы перевести литературный памятник, что необходимо? Знания санскрита недостаточно. Даже если ты 12 лет будешь изучать его по 16 часов в день, как собственно полагается. Этого недостаточно. Хотя казалось, это и так уже трудно подъемно. Но это мало. Нужен дар переводчика. Я, например, не знаю, есть ли у тебя этот дар. Покажет время. Но и это не все. То есть нужно стечение огромного количества обстоятельств, чтобы, владея к какой-то степени языком, иметь возможность сделать перевод. А потом его издать на той планке, которая была задана в Советском Союзе. Я считаю, что планка Советского Союза в плане образования, культуры, это непревзойденная высота, которая никогда в дальнейшем не будет достигнута. И поэтому мне интересна история эндологии. Мне интересно понять, что за люди делали эту науку. Для меня это не просто безликий продукт, но вот еще одна книга. Ну и я хочу знать этого человека. Чем он завтракал? По каким улицам глял с собакой? И как он катался на лодке в субботу? 130 лет тому назад. И вот пример такого, пример такого, такое детализированное описание, скажем, жизненописание востоковеда, это и есть письма Бетлинга. В 2007 году в Германии вышел томик переписки Бетлинга-Роту. То есть Бетлинга, это, собственно, для меня авторитет всех авторитетов. То есть как бы выше его в санскритологии просто для меня нету. Вот. Я думал, ну этот человек, он, наверное, как проклятый. Он просто как проклятый. Наверное, он развелся, бросил детей, не знаю, утопил их, матерился страшно, то есть как бы просто чтобы к нему не приставали, то есть закрывался в кабинете и жил как отщельник. Ну, потому что то, что он сделал, это просто немыслимо. По современным меркам, имея, не знаю, даже 20 компьютеров одновременно под рукой, я не смог бы сделать одну сотую часть того, что сделал он. Так вот, я читаю из его писем, что он, оказывается, живой человек. Даяна, поэтому вопрос не в том, чтобы углубиться и отречься от мира и уйти в санскрит. Ты должна развивать в себе разные направления. Ты должна читать дхармашастры. Ты должна читать шастры вообще. На это идет 10-20 лет подготовки. Но! Это вопрос терпения. Хватит ли у тебя его? Я не знаю. Это не вопрос дара. Я видел даровитых людей, которые убегали через три занятия. Одаренных, способных, интересных, но убегали. Потому что их дар, он такой хрупкий, что если его применить дольше 3-х минут к одному тому же месту, то он рассыпается. Поэтому дело не в дарах. Если вы не дислектик, но такой прям вот сильный дислектик, то все остальное, в принципе, решаемо. То есть если вы прям не путаетесь в буквах прям все время. Ну не то, что прям вот так вот время, то есть как бы не прям такие т-т-т-т-так. Хотя, опять же, вот мой хороший коллега из Индии, чью книгу по айурведии я редактировал. Он как раз из таких дислектиков. и ничего когда садится за бумагу все проходит главное сесть вот когда общаться немножко может зависать одно ничего то есть понимаете даже человеку которого есть изначально физические какие-то недостатки это вообще ни о чем а вы мне рассказываете что сложно то я знать его не хочу вы не знаете каких условиях где я занимался вы не знаете с чем я приехал в москву то есть я не царских кровей и не расти критических потому все было чуть иначе родители даже не подозревали чем я занимался я не стал их расстраивать вот этим всем они простроились сильно им это не понравилось все поэтому до поры до времени молчал первые 10 лет они нашли письмо переписку в смысле бумажное письмо я тогда хотя интернет уже вроде был достаточно развит я любил писать бумажные письма собственно мне повезло что например когда я вас отсылаю к словарю майорхофера это не просто классный словарь это живой человек который мне посчастливилось застать вот встретился мне корень сар да владимир вот сегодня про корень сар я знаю не сам я писал письмо маят майорхоферу он мне ответил он оказался еще более осторожным чем я вопросах этимологии и подумал так ладно если он прожив чуть ли не 100 лет осторожничает то на каком основании я вот буду вот такой вот прям боярин и буду сводить параллели всего и вся то есть он научил вот даже своей такой скромностью не распыляться то есть есть постоянное желание видеть то чего нету на самом деле просто потому что очень хочется вот это не всегда надо делать а очень хочется а можно еще иначе а потом смотришь еще третий перевод и ведь все уместны дан быть бывает что с падежами все сошлось а все равно можно расчленить тремя разными способами и что тогда и тогда спасает только то что вас должна быть лингвистическая интуиция без интуиции вы просто робот плохой робот то есть мой компьютер лучше вас только интуиция только интуиция и это опять же невозможно и ей невозможно обучить то есть как бы это вопрос того что вы должны почувствовать но чтобы почувствовать вы должны набраться терпения то есть долго и нудно вы должны понимать что грамматика это не наказание и это не пытка ее не специально придумали чтобы вас мучить то есть более изощренные способы пытки чем грамматика я уверен поэтому вопрос санскрита одно дело если это для себя вот например для меня это просто как бы вопрос для души нет интересно вот другой вопрос если действительно кто-нибудь кто-нибудь из вас начнет переводить тогда конечно ему нужен синтаксис чтобы понять синтаксис шерцеля я думаю надо лет пять его просто вот читать 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 делать конспект и возможно тогда эта книга наконец-то заработает то есть пока это просто груда бумаги это пока не рабочий механизм и только кровь под и слезы сделает его живым слюни необязательно то есть это не вопрос того что мы можем мы можем пересдать хоть сто книг но вопрос который не выходит у меня из головы зачем я мне нет ответ на этот вопрос я не знаю то есть возможно просто надо выращивать овощи на огороде и не стоит я боюсь что если мы подождем то и остальные ученики перестанут читать на английском на немецком не еще до того перестали читать то есть как бы я боюсь что и не доживу до того дня когда они воспрянут но ведь хочется вопрос зачем на вопрос зачем зачем я начал изучать санскрит меня тоже нет внятного ответа ну то есть официальные есть личные которые никто все равно не знает но есть в общем такого прям глубинного настоящего ответа мне на самом деле тоже нету да как наказание в этом плане конечно да то есть конечно добровольно заниматься преподаванием санскрита это конечно извращение смысле ну то есть это невозможно просто потому что это конечно требует отдачи всего и вся иногда мне рассказывают что провести занятие то есть когда преподаватели ведут занятие они выходят из аудитории после занятия такие окрыленные я вот думаю как это вот как можно после даже часовой двухчасового занятия как можно быть окрыленными потому что единственная поза которая могу принять после занятия это это лежать на полу это все что я могу я больше ничего не могу я могу лежать час два три могу просто лежать потому что с одной стороны санскрита это конечно игра очень сложная игра но и очень требовательная том числе то есть вам кажется что вам иногда тяжело и что вы закипаете я тоже закипаю только ну как она это к закипанию как бы в другую сторону идет чайник другом месте вот поэтому вот та частичка частичка скажем так энтузиазма который я увидел в работах московской филологической школы с теми людьми с которыми я встречался она дала конечно минут учесть вот вот то их частичка энтузиазма она конечно как бы и отразилась во мне я надеюсь я надеюсь что я когда нибудь смогу передать кусочек вот этой искры искорки и передать и вам получится ли это я не уверен потому что у меня совсем уже немного осталось то есть у них было будет много а когда уже перешло ко мне уже совсем немного осталось разожгет разожгет ли это огонь тот огонь которого я жду я не знаю я не я не уверен возможно просто надо переходить на какой-то нормальный человеческий язык например я преподавал немецкий язык прекрасно все понятно нет проблем я зашел в дом книги позавчера видел китайский стенд книг о вот как вот это самое вот все в книгах ну все делать ничего не надо вот подходи вот выбирай любую и начинай и скромный стенд санскритской литературы думаю то ли вот то есть вот смотришь ну что нибудь за что-нибудь зацепиться хочется ну то есть там даже не было очерка залезняка то есть был словарь священной речи санскрита я не знаю что означает был учебник веры александровны червяной две книжки то есть понимаете ну мы с катей допустим издадим еще восемь книг где мальчик здесь поможет исключено но эти книги не доходят даже на центральных магазинов это конечно проблема но проблема логистическая если будем расстраиваться по поводу этого то мы изначально просто будем обречены на расстраивание все время не скажу я свой первый учебник купил в москве на тверской то есть мысли в центральном книжном магазине поэтому не скажу не согласен да то есть как бы я не скажу что то есть я считаю бы мы все люди интернетные да то есть как бы но вопрос не в этом вопрос в том что я хочу зайти в книжный хочу полистать я хочу полистать мне недостаточно попереворачивать страницы pdf а я не получаю эстетическое удовольствие и поэтому конечно эти книги нужны но их нет то есть это отдельная задача и получается например вот владомир как он распространяет книги он использует сеть академ книги у них нет своей сети то есть у каждого есть отдельная к это свете то есть все крыс не чает все по отдельности пытаются что-то выхватить и кое-как держится на плаву вместо того чтобы в общем то по мне так объединить усилия это гораздо проще но нет я думаю что нибудь никогда что мы все время будем воевать или хотя бы портить друг другу все что возможно хотя бы немножко чтобы чтобы заниматься одним и тем же делом поэтому нужны ли книги по санскриту я не уверен тем не менее это случилось до точную узор скорость сейчас сколько уже еще через пять-десять минут x не пишет нет чек не просто может быть они поперялись может да то есть мы так делаем так и спускается печи да а вы как думали у нас анимация да это только так все просто выглядит все а тут все волшебное лес волшебный картины с намеками с подтекстами элементы декора непростые и так было время когда было несколько филологических школ и харьков был одним из них это сейчас харьков и себе ничего особого в плане филологии не представляет но было время когда там собственно был потебня когда там мог быть будуэн-де-куртене и когда там был шерцель то есть были было четыре центра и харьков был одним из них и поэтому чтобы найти оригинал с которого можно сделать хороший скан я конечно не приехал в харьков потому что это не так просто на самом деле как кажется недостаточно просто переехать на вокзал и сказать что я хочу получить вот ту книгу которые у вас там библиотеки я нашел я начал длинную переписку первые два года потом я понял что просто слать до человека чем хорошо издание книг по санскриту с тобой уже начинают разных городах люди общаться ты понимаешь так через этого ты можешь подправить той попросить дойти туда ну в общем понятно потому что если это делать в одиночку тогда потребуется еще сто лет я могу не успеть это меня немножко спешу внешне тоже то вы как будто я спешу две книги по санскриту в год куда это годится то есть к концу года я надеюсь все таки что будет хотя бы сдан в печать именно следовательно как бы две книги в год много ли мало я не знаю аналогичной серии нигде в мире вот но это было бы невозможно сделать в одиночку в одиночку и поэтому и поэтому и поэтому я хотел бы поблагодарить тех людей которые не принимали непосредственное участие в издании книги и я прошу да да катя я прошу стать тебя владимир ивановича прошу стать но это единственный ваш недостаток как бы других у вас нету собственно если бы не было этих людей принципиально не было бы книги вообще потому что как ни странно типографии иногда требует оплаты вперед ну то есть они не готовы ждать 20 лет пока мы распродадим этот тираж несчастные вот поэтому я конечно благодарен людям которые просто вот не спрашивает меня а когда мы их продадим но я сам не знаю собственно когда мы их продадим но я думаю что я надеюсь что 21 веке дело в том что слова бертлинга изданные в 19 веке продавался еще в середины 50-х 20 века в типографии лежали что залежи залежи это да но тиражи были другие и вообще просто даже само издание вот петербургского словаря это ведь огромные деньги четвертая часть всего всего бюджета академии наук уходила на издание санскритско-немецкого словаря четвертая часть всего бюджета а громадные деньги санскрит это дорогая игрушка вот но это что касается самой физически самого физического экземпляра книги помимо этого значит я прошу стать даяну и алексея из тех людей которые честно выверяли и искали опечатки именно даяна и алексей присутствует сейчас в этом зале поэтому даже если вам я иногда кажусь несправедливым слишком строгим занудливым резким то не держите на меня зла потому что я очень очень хорошо и тепло к вам отношусь спасибо то есть издавать книги в одиночку это не так весело как могло бы показаться поэтому я надеюсь что все таки то ядро ядро людей которые вот за эти годы то есть я преподаю санскрит получается с 2007 года что то вот ядро людей которые и надеюсь уже начинает обрастать какой-то структурой что даже если я брошу к черту этот санскрит и скажу что надо заниматься чем-то существенным настоящим и не санскритом то что даже такой ситуации вы не забросите дело понятно раньше умели делать книги книги в том виде как их делают сейчас они отвратительны нету самого понятия типографской культуры то есть даже хорошо верстка шерсти не безупречно но она на голову выше того что издают сейчас поэтому скажем так это еще не руководство к действию это некий путеводитель ну скажем это синтаксис ну но это выше высший пилотаж поэтому даже если за ближайшие там несколько лет мы поймем даже несколько страниц шерсти 10 допустим 5 или 10 5 с половиной я считаю это будет победа потому что даже третья страница шерсти отвечает на вопрос почему в шестом занятии кочергиной макшики в том виде в котором и там есть то есть эта книга открывает новые грани в вашей истории знакомства с языком и вы начнете заново смотреть на уже казалось бы вам понятные и привычные вещи то есть изучение древних языков вообще пришло в упадок из санскрита в частности опять же хорошо это нет я не знаю возможно так и надо вот но когда я увидел какой большой раздел посвящен абсолютным конструкциям шерсти я понял эту книгу я печатаю вот именно из-за абсолютных конструкций остальном я бы еще посомневался но когда я понял что такого нету даже на немецком в котором написано все о чем можно подумать даже до того как ты подумал то есть уже есть диссертации на такую тему просто не знаешь где она лежит и тут такой большой раздел абсолютной конструкции и это конечно здорово мне бы хотелось чтобы это была не последняя книга по синтаксичной боюсь что я не доживу до того дня когда будет 2 поэтому поэтому я считаю что надо знать историю потому что она вдохновляет думаешь вот выцепил целые два часа целые два часа дел домашку я герой а потом видишь человек сидит там голодный где-то на мансарде в этом петербурге где очень погода не всегда такая классная как сейчас и переводит махабхара то ты думаешь о а ты на самом деле не в плохих условиях ты работаешь тепло не дует велико жалуешься на то что в общем условия не идеальные но не бывает идеальных условий то есть для я для себя так каждый раз когда у меня в голове звучит идеальное что-то я сразу понимаю что фигня то есть этого быть не может в принципе поэтому я не хочу достигать идеальных книг я знаю что невозможно но посмертно я не хочу то есть надо уметь ставить точку моя задача как можно больше ставить точек не доводя до якобы совершенства которые мне недоступны например и так харьков то есть изначально санкт-петербург это это место где зарождается российское востоковедение москва плетется немножко позади казань гербт то есть современный тарту это как приросток к петербургу на расстоянии вот и есть харьков то есть на самом деле в то время не так-то много университетов вообще в российской империи вот да собственно соответственно ну чуть ли не 17 лет он уже он он проводит в харькове то есть кто такой шерцель и оригинал нашелся там же конец жизни значит шерцель умирает в одессе и место его похорон закатана ровным слоем то есть мысли как бы его нету его нету он оказался невостребованным вот то есть он полиглот полиглот что-то означает что мы все равно на каком языке думать на каком из этих сорока языков думать поэтому в чехии его знают именно как полиглота не как санскритолога то есть его наживали чешским мицефанти мицефанти это был такой выдающийся кардинал который приехавшись к папскому двору эстонцев узнал по их скажем так по тем словечкам которые не вставляют они думали что их никто не понимает они рассказывали разные неприятные вещи о том что что они думают о папе римском и оказалось что при папе римской есть человек который понимает в общем-то все языки мысли мои которые могут появиться в его окружении поэтому никогда не надо недооценивать людей которые вас окружают да да и умалкивает все эти годы умалкивает старательно да то есть история нас учит что она нас ничему не учит но тем не менее вот этот момент надо помнить это напоминает мне когда файл литературный института я рассказывал анекдот про евреев оказалось что половина половина коридора на меня оглянулась я понял что я промахнулся я не рассчитал соотношение сил чего я не рассказал я ничего не рассказал и так в подвале был подмоченный экземпляр крысы еще не зли еще остался клочок бумаги один один совсем один но поиски не прошли даром нашли второй спустя полгода и он оказался совершенным вот так же как первый к науэр который я нашел девственный лучшие характеристики книги это девственность чем она тише тем чище тем лучше и соответственно получилось отсканировать и не прошло и полгода алексей и ведь получилось получилось то что получилось не мне судить хорошо ли плохо я считаю что не дурно но возможно есть другие мнения поэтому мне конечно не хотел сказать что мы работаем на будущее поколение звучит как очень красиво и не собственно чтобы чтобы приходить только на могилку хотелось бы как бы до того как чтобы чтобы у нас был к это высокая планка чтобы когда мы рассуждаем о эпосе даяна чтобы мы помнили о том что было сделано до чтобы мы досконально могли наизусть процитировать любую страницу любой разворот любой из тех немногочислен немногочисленных книг которые есть на русском языке конечно английский английский тоже что кое-что написано поэтому придется и английский книг почитать но это дело наживное здесь 20 лет и это ерунда я чувствую что печь скоро зашевелится я чувствую веяние жар спешки как красиво звучит санскритский синтакси да вот это созвучие санскритский синтаксис это вот это слово сочетание мне просто успокаивают повторяю все санскритский синтаксис и успокаиваюсь вот что например к тебе самое сложное санскрите синтаксис даже если ты не понимаешь смысла этого за умного слова до конца синтаксис на чем ты сломался книга цвет книги помнишь этого достаточно этого достаточно владимир что для вас самое сложное да мы постоянно еще имеем дело с поэтическим порядком слов до то что же понимаете что нормальные прозы на санскрите не почитать нет не пишут стихи 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 везде и соответственно нарушен порядок слов и его нужно восстанавливать потому что переводить в том порядке слов которые дан стихах невозможно смысле возможно надо быть с мозгами поэта и надеюсь что среди вас таких ну дмитрий кроме тебя нету там обычно там прилагательный к объекту локотик а потом второе прилагательное что-нибудь там говорит сыну о мой он рассказывает я увидел в лесу и зеленого о мой сын и там красного дерева и все эти уставляют о мой сын о великей вес и ты думаешь то ли он дурак то ли ты дурак и ты не можешь сразу толком понять то ли вот это постоянное ощущение и идиотизма но не покидает тебя все эти годы ты все не думаешь вроде как уже прорвался уже все равно как-то тяжко тяжко то есть не какой-то легкости легкости полетные и как-то нету все все как-то все тяжко я думаю даже для них даже даже диван агре это даже не самая сложная часть в этом процессе да они прячутся но есть ты понимаешь в чем марин вопрос в том что даже если ты будешь рядом жить с профессором то профессорские качества к тебе не перетекут я проверял не перетекают не перетекает не перетекает то есть даже прожив всю жизнь рядом с профессором вы профессором не станет поэтому это вопрос вашей воли вашего терпения ну собственно все что еще есть что вам сложный пример вот что с чем вы например что вас сбивает с толку ну синтексис это сложная тема она сложная потому что у меня в классической грамматике почти не отличная по синтексису там эти правила карах ограниченные явление христа народу спасибо тебе спасибо тебе ну то есть она сама в тебя не входит то есть путем долгого опыта и мучений не переходит просто так вот вот тебя не вливается ну вот я понимаю что вы свободно владеете владеть немецким соответственно английским да ну вот чем из синтексис вот что что вот как вы поступаете вот случае вот сложных каких-то непонятных нестыковок синтексисом что вы делаете учебник кого безымянного героя земли русской немецкой да вот так и всю жизнь проживешь значит напишешь синтексис один потом тебя вспомнит вот тот зелененький который значит этот самый да какая-то невнятная книжка да да вот что люблю что книжки можно использовать как подставки рельеф да я долго я изначально хотел чтобы книга были были слепым тиснением собственно и мне кажется что с тиснением это как-то приятнее то есть как бы их можно тогда еще чаще трогать чем хотелось бы то есть отдельно можно просто сеансы проводить трогание отдельные сеансы трогание это у нас как библия баптисты у нас есть нож или кинжал нож есть киньте мне пожалуйста сейчас вроде есть нож да алексей скажи получилось эффектно да вот выходишь такой значит как будто вот сейчас вот из печати вот как бы еще не 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 высохла краска спасибо вам тамара если мы еще раз издадим я вам обязательно дам узнать да то есть ну кордона когда я в 2004 году приехал варанаси на все индийский сест санскритологов я смотрю сидит какой-то беленький дядька все-таки черномазенькие а сидит один беленький это кордон значит вот тогда впервые видел кордону а там идет трехчасовая пьеса на санскрите заснули уже все кому не лень кроме кордона это вы как бы в америке есть выдающиеся санскритологи и самым выдающимся учеником кордоны из живых питер шарф питер шарф вам известен как издатель историй о раме из махабхараты и как один из не только вдохновителей а и поддерживатели кельнских словарей то есть последние несколько сотен тысяч долларов вложены именно благодаря ему вот поэтому до кордона если мы разговариваем про пони не это конечно автор который обойти невозможно это маст вид да алексей какого года у нас основная работа кордона 74 76 год то есть как бы уже прошло некоторое время сервер да ты имеешь ввиду аптэ да аптэ это другая книга который мы я надеюсь переведем еще в этой кальпе я сомневаюсь но но всякое бывает ты хотя бы потрогал уже или просто смотрела трепет вот у меня тоже дрожь и трепет я узнаю то ли вот эти эти несколько тонн вот куда-нибудь отложить в одну сторону квартиры то и в другую вот так и вот ношусь с коробками трепетно продать такая идея мне в голову не приходила я даже не знаю готов ли я вот прям вот так вот расстаться с ними в нашем планировании кать мы этот момент не учли вот ну собственно пожалуй я и хотел ограничиться и ограничиться чтобы наш рассказ длился час и чтобы у нас было еще скажем полчасика на такое душевное общение о тонкостях санскритского синтаксиса тем более что тираж благодаря тамаре и ани и ее мужу дмитрию успел до нас доехать вовремя мне бы хотелось чтобы мы встретились не в последний раз петербурге и не в последний раз по поводу издания книги это первая презентация когда бы то ни было эта мысль возникала мне давно но я каждый думал как-то неловко вроде я не автор автор давно умер не поймут еще вот но так как автор хороший это мне не жалко пусть подумают и бы мне плохо но пусть этого автора знают вот алексей что тебе дается сложно в синтаксис смысле синтаксис это сложно или синтаксис на самом ли это рядовая проблема которая решается сама собой интуитивно без каких-то справочников или чего бы то ни было чуть громче и так смотри вот ты как человек который попытался уже сопоставить оригинальный санскритский текст русским текстом ты что для себя что-то уже ты увидел какую-то закономерность или что-то вот чего ты раньше не понимал до того как ты пытался сопоставлять тексты для себя что-то уже вынес какую-то практическую пользу ну встань пожалуйста из чуть громче если расскажи мне интересно вот твои наблюдения о корпусе о синтаксисе вот какие твои мысли нет не ври ты и не знаешь ну ты же тебе для себя что-то новое выяснил когда ты поставишься поставить тексты на двух языках или это для тебя задача чисто механическая и пока ты не успел ее осмыслить и где-то там опять в процессе знакомства в процессе знакомства с существующими в процессе сопоставления авторитетных строчников то есть с ними обязательно для того чтобы понимать ну и так проходить параллели с оригинальным с исключением текстом чтобы познакомиться с конструкциями с классическими то есть взаимодействия определенных конструкции конструкции между собой да и в том числе взаимодействия падежей с глагольными формами с объектами объектами где-нибудь есть терминалы не знаю спасибо то есть на самом деле вопрос в том что мне бы хотелось чтобы мы вышли на новый уровень пора завязывать с этим санскритом фон фоновым можем им заниматься конечно пора задуматься об том можем ли мы начать предварительную работку работу по подготовке параллельных издания параллельных текстов вот да это дорого потому что книги два раза толще но с другой стороны если продать печень или почку то кое-что можно успеть издать вот поэтому я надеюсь что наша наш между собой чик потихоньку так лет через пять у нас будет еще пять слушателей да то есть я думаю что мы будем расти прирастать параллельный текст и так значит я разговаривал с главным редактором литературных памятников серии академии наук и он говорит а мы неплохо относимся к параллельным изданием а я думал он скажет плохая идея нет ну нам одного перевода было как бы издать собственно слева оригинал справа перевод а под комментарий не комментарии где-то в конце как это когда-то придумал лихачёв неудобно неудобно это не то слово с комментарием в конце палец устает закладка обрывается раньше чем ты дочитал до конца страницу поэтому я надеюсь что мы все таки займемся чем-то настоящим более полезным это громко сказано потому что это также бесполезно как санскрит но чем-то более интересным то есть пора заняться делом что чего вечером гуляли по городу с дочкой и так смотрели на людей и знаете вот мы ни одного по моему встретили кто то чтобы полезно они все просто гуляют там в лучшем случае а кто то просто сам там там танцуют самое полезное что это танцевать или это полезным трудом назвать было так как и вчера 9 это нам не привезли поэтому пользы танцевских занятий и печатание книг получается все таки есть потому что если сравнивать с тем как то есть я бы хотел чтобы мы все таки немножко пошли по немножко иному пути чтобы мы не думали только о том какая будет следующая санскритская книга да у меня план есть на 15 лет вперед но чтобы мы начали делать что то что выходит за пределы грамматики а я верю что есть мир вне ее я уверен что должен быть вне мир вне санскритской грамматики и я желаю нам достичь этой заоблачной дали в этом воплощении спасибо а а это это описание это 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 разные забавные истории с животными. Там не забавно, там грустно все. Ну нельзя же им смеяться, надо поплакать. Потому что смех это единственное время, когда наш ум замолкает хотя бы на секунду. Вот эта каша в голове, которая все время варится. Поэтому я желаю нам чаще смеяться, и чтобы поводом для этого был санскрит, а не то, что мы напечатали книгу, например, ногами вверх, как было с частью тиража Миллера, которые случайно вклеили обложку наоборот, и пришлось его обратно сдавать. То есть я составляю коллекции тех мест, в которых можно, мне казалось, я знаю все способы, как можно перевести, а потом оказывается, что нетер это глаза, и тогда новые оттенки заигрывают. На колесе, да. Собственно, я предлагаю свернуть нашу бурную деятельность. Спасибо вам, что вы приняли нас. У вас очень красиво, уютно, и мы чувствуем себя не лишними людьми, как мы обычно себя чувствуем, а не то чтобы желанными, но хотя бы мы сразу не испытываем отражение к себе, что нам очень приятно. Спасибо вам, что вы пришли, было очень интересно, память о нашей встрече, хочу вам подарить наши последние издания. Спасибо, спасибо. Ну, я боюсь, что если я вам предложу стопку книг, вы не поймете, поэтому я ограничусь. Ну, на самом деле так, давайте, чтобы это не выглядело неприлично, как будто бы я хочу часть тиража просто куда-то пристроить, потому что все равно его одевать некуда. Спасибо вам. Я предлагаю просто пообщаться до того, как мы окажемся на литейном, собственно, не приступим непосредственно к изучению санскрита, потому что мы бы с удовольствием и у вас побыли, но ведь сегодня у вас свои уже подготовительные мероприятия. Мы будем работать с 6 до 11, так что милости просим. Спасибо. Да, всего доброго. Спасибо.